Значит, первое стихотворение, вот, любимого мной поэта 20 века в основном, ну хоть и родился, вообще вот я поражаюсь, Роберт Вильям Сервис, канадский поэт, я его очень ценю и люблю, поэт долгожитель, родился он почти как дедушка Ленин в 1874 году, а дожил он вот до того года, пока я родилась, ну чуть-чуть не дотянул, 1958, то есть охватил много эпохальных событий, периодов, это канадский поэт, я не буду сейчас о нем рассказывать подробно, вот тут написано 3 марта, да, когда мы будем делать что-то специфическое для переводчиков, я расскажу о нем больше, Значит, вот одно его коротенькое стихотворение, называется The Skeptic О Санта-Клаус, прости, забыл тебя в 7 лет, и понял где-то к 20 на рай надежды, Не в том, не в этом нет беды, но черт меня дери, нет Санты, испарился Бог, что хуже я понять не смог, пойди их разбери. Ну вот это такое, спасибо. Веселое и есть маленькое, более печальное философское, но другого американского поэта Роберта Фроста, родился он в том же самом 1874 году и даже пережил сервисы, в общем я смотрю, что хорошие американские поэты и канадские, они имеют привычку очень часто жить долго. Не убивают, не садят, хорошо кормят, ну вот, то есть нет, это говорит может быть о том, что все мы сделали правильный выбор, переехав на это полушарие, в эту страну, вот это утешает. Да, мы сделали правильный выбор. Значит, Роберт Фрост, «А печь о олдсноу» В углу двора, мерцающей за платой, белеет непонятное пятно. Клочок газет, грязный и помятый, принять за талый снег не мудрено. Читал ли я ту старую газету, теперь уже не вспомнит мне вовек. Ведь грежных дней события, тану в лету, теряют смысл, как прошлогодний снег. Спасибо. Здорово. Спасибо. Рада тебе быть для Торонто. Спасибо. Спасибо.